Квитанции по плате услуг по газу и электроснабжению должны были появиться в почтовых ящиках горожан до 10 октября. Но и спустя пять дней нужных бумаг там нет, говорит Ольга Чечерина. Женщина, живущая на одну пенсию, привыкла не затягивать с оплатой коммунальных услуг, говорит, иначе себе дороже. Скоро будут пеню брать, но я тоже не могу потом в очереди стоять у веновки после инсульта на второй группе инвалидности. Если я месяц задержу, я потом не смогу выплатить. Очереди действительно возможны. Опасаются и работники КАС, куда оренбуржцы рано или поздно придут оплачивать коммунальные услуги. Причем сроки, чтобы оплатить их до начисления пени, сокращаются. Если обычные ресурсоснабжающие организации дают абонентам как минимум 15 дней на погашение долга без штрафных санкций, то в этом месяце до 25 числа, даты, когда начинает капать пеня, остается уже 9 дней. Усугубляет ситуацию и то, что информации нет даже в базах задолженностей. 40%, которые платят без квитанции, они приходят в систему города, а в системе города этой информации нет. Потому что ни энергетики, ни газовики эти квитанции, то есть информацию, даже не квитанции, информацию не подали. Задержка с предоставлением информации и квитанции по задолженности произошла в связи с изменениями в законодательстве, объяснили со своей стороны энергетики. Это происходит в связи с изменениями законодательства и вступлением в силу постановления правительства Российской Федерации номер 354 о правилах предоставления коммунальных услуг. То есть в счете за электроэнергию большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, увидят отдельной строкой еще и начисление за места общего пользования. Из-за нововведений энергетики не успели к сроку обработать все лицевые счета, а их по области порядка 700 тысяч. Что же касается газовиков, то они не сразу сладили с новым комплексом по расчету задолженности и населения. Чтобы минимизировать ошибки, мы более тщательно проверяли все квитанции, и чтобы не доставить большего недовольства и больше неудобства для наших абонентов, мы были вынуждены немножко придержать эти квитанции. В настоящий момент мы на квитанции самих разместили о том, что у нас введена новая услуга, SMS-сервис, по которому абонент может либо задать вопрос, либо передать показания счетчика. К концу недели квитанции уже должны дойти до абонентов. Те, кто имеет такую возможность, чтобы избежать очередей, может оплатить услуги безналично, по интернету или через банкоматы. Можно пользоваться терминалами. Кстати, в «Эксплат» и «Киви» уже есть данные о задолженностях. Что же касается ПЕНИ, то организации, по вине которых произошла задержка с предоставлением квитанций, обещают не взимать ее. Ну а тем, кто привык по старинке оплачивать через кассу, вероятно, придется постоять в очереди. Получается абсурд. Я же плачу деньги, а я должна беспокоиться. Екатерина Преснякова, Петр Рукин, УРЕН-ТВ. Стоит отметить, что и квитанции за содержание жилья и квартплату, которые уже пришли горожанам в новом виде, вызывают у оренбургцев множество вопросов. Шрифт мелкий и ничего не понятно. Жалуются люди.